Доброго времени суток, мои дорогие! Сегодняшнее видео я хочу снять про азиатскую косметику, про то, что я использую, про то, чем пользуются мои родные и близкие. Заранее прошу вас простить меня за фоновый шум. Компьютер у меня шумит неимоверно, и я пока ничего не придумала, чтобы это исправить. Но я думаю, это не такая уж большая проблема. Я постараюсь говорить отчетливо, постараюсь говорить громко достаточно, чтобы вам было и слышно, и понятно. Значит, был у меня запрос от одной моей подписчицы с тем, чтобы показать то, чем я пользуюсь из корейской косметики. В принципе, собрала я все вместе и решила посмотреть, чего же у меня на самом деле больше. То есть корейских товаров, японских или китайских. Все это как бы относится к азиатской косметике. И получилось у меня, что корейских всяких премудростей у меня сейчас на данный момент больше всего, но японскими я пользуюсь дольше. Давайте посмотрим то, что у меня есть. Ну, давайте начнем с корейских вещей. У меня вот такая вот корзиночка, все собрала сегодня. В своих видео я уже показывала вот таких вот два, шампунь и кондиционер компании Керасис. Очень мне нравится эта контора. Мне кажется, что они делают потрясающие вещи для ухода. Я, например, сначала сомневалась, стоит ли вообще брать их шампуни и ополаскиватели, потому что, ну, как бы считала, что для азиатского типа волоса это больше подходит. То есть он более плотный, он более жесткий, твердый, что ли, на ощупь. И количество волос у них на голове, да, у азиатов меньше, чем у европейцев. У меня волос много, и они тонкие, но, как ни странно, мне эти шампуни великолепно подошли. У меня это все шампуни, я пользуюсь ими уже достаточно давно, поэтому такая упаковочка немножко замызганная. Дело все в том, что Керасис, все продукции, вся продукция компании Керасис продается в рефилах. То есть вы можете купить одну пластиковую баночку, упаковку и наполнять ее, то есть по своему усмотрению. То же самое касается, кстати, и япуни. Я вот этими шампунями и ополаскивателями уже не первый год, объемы тут достаточно большие. То есть вот это в данный момент у меня ополаскиватели, а вот это шампунь. Шампунь, конечно, уходит быстрее гораздо, а ополаскиватели там немерено просто. Вот, мне нравится, как они ухаживают за моими волосами. В данный момент у меня восстанавливающий шампунь и оздоравливающий кондиционер. То есть это немножко разные серии. То есть вот тут коричневая, тут розовая. Вот, мне нравится, мне нравится, как они работают на моих волосах. Мне нравится, что они не утяжеляют, мне нравится, что они делают волосы живыми. Хоть у меня волосы и поврежденные, окрашенные. То есть кто блондинки, они все знают, что страдают волосы очень сильно, становятся более сухими. Я боялась, что у меня будет все еще хуже, то есть на концах будут кончики очень сухими, а корни будут оставаться жирными. Вот этот дисбаланс, и мне казалось, что очень тяжело будет подобрать шампунь и уход. Но я зря ошибалась, то есть это великолепная штучка, хорошо работающая у меня есть из корейского. Вот такое у меня есть мыло, это уже второе. Herb Lavender Aroma Bar. Привезла я его сразу, скажу, из Кореи напрямую, то есть я в Сеуле была. Выглядит оно сейчас просто такое, это уже второе. О, у них вот такие вот упаковочки, видите. Вот так, остальное. Оно такое кругленькое, фиолетовое. Это уже вторая упаковка, поэтому очень мне нравится их мыло. Оно не сушит кожу, им очень приятно мыться, и запах у него достаточно такой стойкий и нехимический, то есть очень хорошо пахнет лавандой. Если это лаванда, то оно будет пахнуть лавандой. Вот. Если керасис, вот эти они все-таки у меня для импортного, господи, на экспорт, да, идут, вот, то вот это я привезла с внутреннего рынка Кореи. Есть вот такая вот штука, называется Essence Gel Eye Filler Patch, значит, это заполнитель для морщинок, тут было несколько, у меня осталось уже вот две, видите. Значит, он такой вот тут плотный, там два патча таких вот под глазки, они незаметные совершенно, то есть они такие полупрозрачные, их приклеиваешь, их практически не видно. Носить их нужно долго, от 30 до 40 минут, вот, что они дают, они заполняют морщинки, во-первых, во-вторых, кожа немножко подтягивается, то есть вы выглядите зрительно моложе и уходят при пухлости, если они есть. При пухлостями я крайне-крайне редко страдаю, поэтому у меня, вот, видите, покупала в январе, у меня еще все еще две штучки есть. Я не знаю, это не продается у нас в России, вот, я нигде не видела, поэтому просто вот делюсь своими, ну, наблюдениями, если кто-то из вас появится, там, в Корее, то можно будет купить вот такую штуку, если есть желание. Хорошая, очень хорошая вещь, прям рекомендую. Дальше, я уже показывала в своих видео вот такие вот маски, ну, вот, от компании Innisfree, отбеливающая, маска с чайным деревом, маска, так, питательная с медом, вот, у меня, я таких масок набрала прям целые пакеты, то есть я их привезла, вот, потихонечку пользуюсь, у меня их немножечко осталось. Еще, чем отличаются эти маски от других? У них внутри сама тканевая маска, это тканевые маски, она очень тонкая, не обязательно запрокидывать голову или лежать. Если вы делаете эту маску, она прекрасно держится на лице, то есть вы можете ходить, делать, там, заниматься домашними делами, она не отвалится, не упадет. Вот, они чуть-чуть по, более тонкими, тонкие. Я ношу достаточно долго после, тут вообще нет ни одного слова на русском, вот, я только, это мои чистые догадки, ни на английском, ни на чем тут не написано, то есть это внутренний рынок. Вот, я только догадываюсь, как нужно их использовать, вот, по картиночкам, которые сзади нарисованы. Вот, давайте покажу поближе. Вот такая маска. Вот такая. Так, и вот такая отбеливающая. Вот. Так, маски мне эти нравятся, особенно с чайным деревом, у меня очень часто бывает в Испании, и если я делаю эту маску достаточно часто, то все очень быстро проходит. Есть у меня вот такой вот пробник от компании Innisfream, когда я покупала маски, мне дали несколько вот таких пробников. Это крем от морщин, вот, но он мне совершенно не подошел, он очень насыщенный, очень жирный. Это крем с морскими минералами, то есть если вы вот будете, он выглядит абсолютно так же, как вот на рисуночке, такая вот синяя туба. Он содержит минералы с моря, есть в Корее очень известный курорт, это остров Чаджудо, может быть кто-то о нем слышал. Там находится очень много спа-комплексов, гостиниц, ну, в общем, курортное такое место, очень чистое. Вот, и с морскими минералами как раз вот этот вот крем, он содержит морские минералы, но мне он не подошел априори, потому что он очень жирный. Теперь, что касается декоративной косметики, есть у меня, сейчас покажу вам, вот такие вот тени Вов, есть вот такие вот тени, обалденно красивая упаковка, покажу вам поближе. Миша, Миша Сигначер, Вильверт Арт Шадо, вообще просто, ну, и вот такой вот маленький блеск идет, видите, он является вот такой подвесочкой на телефон. Ну, давайте конкретно по теням. Когда я еще только приехала во Владивосток, я как бы ничего не знала о азиатской косметике, вообще даже близко ничего не было. Купила я себе вот эти первые мои тени были, это Вов. Можно сказать, что это раритет, потому что этим теням, этим теням лет 7, наверное, по меньшей мере. Вов, корейская фирма, очень как бы известная, я не знаю, в России, может быть не очень, но в Приморском крае, в Хабаровском крае эта фирма достаточно широко известна. Я пользовалась у них только тенями, но знаю, что многие пользуются тушью, блесками, румянами. У меня, так как я маньячка по теням, первое, что я себе купила от компании были тени. Вот такое тут зеркало, вот такие вот цвета, что очень удобно, у них есть вот такая вот пластиковая крышечка, которую не надо снимать, и она никуда не девается, и не теряется. То есть открываем просто, вот такие вот цвета, видите, я, то есть тут уже промазаны мной дырочки, этими тенями я пользовалась до того, как узнала про YouTube. Мне сейчас они кажутся не очень хорошими по качеству, то есть я вам сейчас вводчики покажу. Так, белый, белый, васильковый, бирюзовый и цвет морской волны. Простите, вот так это все выглядит. Вот. Мне кажется, что они достаточно мягкие, но очень какие-то меловые, что ли. Не очень они стойкие, не очень хорошо держатся, но опять-таки я ими сейчас уже не пользуюсь. Пользовалась, до этого я не пользовалась базой под тени, поэтому, ну, не могу точно сказать. Вот так они выглядят. Сейчас я практически не пользуюсь, может быть, иногда использую вот этот вот темно-бирюзовый цвет, чтобы сделать подводку по верхнему веку или наоборот по нижнему. К этим цветам, вот двум и вот этому третьему, я практически не возвращаю. Для моей Кореи я купила себе вот такие тени, то есть вот упаковочку вам показывала. Упаковка это металл, наверное, хотя так вроде пластик, но верхняя часть, я так подозреваю, что у него верхняя часть это металлическая, вот эта, а вот нижняя часть это пластмасса. Покажу вам, потому что здесь, в принципе, можно по-английски, ну, предположим, вот так. Будет видно. Так, сами тени, вот такие цвета. Фиолетовый темно, значит, тут что у нас? Хайлайтер, двое теней и, ну, рекомендуется использовать как подводку, то есть вот, ой, извините, аппликатор выпал. Вот это вот самый светлый, это хайлайтер, он не очень ярко выраженный, то есть он такой вот, основные цвета бордовый и такой серо-бордовый. А, кстати, не скажу, что цвета очень хорошо набираются, то есть как-то вот, как-то так. Тут так мягенькие. И подводка, это темно-бордовый, господи, тут одни бордовые. Вот так это все смотрится. Это прям вот такой вот винный, что ли, насыщенный. Серый и фиолетовый не так ярко видны, ну и хайлайтер вот такой. Мне понравились, то есть и цвет понравился, и вообще сочетание как бы цветов понравилось. А уж упаковка, я ее прям близко сочетается с матовостью. Очень красивая. Вообще просто, ну, нереальная просто упаковочка. Блеск, да, который, подвеска, да, который как подвеска на телефон. Блеск шел в подарок к теням. Он достаточно яркий. Он, ну, то есть аппликатор вот такой, да, маленький. Он содержит в себе блестки серебристые. Выглядит вот так. Не знаю, насколько видно. Ну, цвет такой, достаточно насыщенный, ядрененький такой цвет. Ярко-розовый. Ну, смотреться он будет вот так. Не скажу, что я им пользуюсь часто. Пользовалась, наверное, один, может быть, два раза. Не более того. Пахнет приятно. Вот. Вот, пожалуй, все, что у меня есть из корейской косметики. То есть, ну, могу сказать, что мне, в принципе, нравится то, чем я используюсь. Хочу сказать отдельно, может быть, для ухода у меня не так много, но мне очень нравятся корейские порошки для стирки белья. Они очень экономные. Там нужно на машинку, на стиральную машинку, если загружаете, там нужно максимум 30 грамм порошка. То есть, это вообще несколько просто маленьких столовых ложечек. Мне очень нравятся у них средства для мытья посуды. Пон-пон у меня был. Такая огромная бутылка. По цене примерно так же стоит, наверное, как литровая ферри, но по качеству вообще не сравнить. То есть, там очень насыщенное средство. Одной капли реально хватает, чтобы там гору посуды перемыть. Очень мне нравится у них отбеливатель, паркл. Нужно 10 грамм. 10 грамм это такая вот, показать вам, наверное, Это вот такая вот маленькая крышечка. Вот 10 грамм просто набираете. Даже не полная будет крышечка. На всю машинку отлично отбеливает, не портит ткань. Мне очень нравятся у них средства от плесени. Знаете, вот между плитками в ванной комнате образуются черные бывают иногда. Но у кого хорошая вентиляция, тот этим не страдает. У нас, к сожалению, влажность и вентиляция в ванной комнате не очень хорошая. Поэтому периодически появляется такая вот штука неприятная. Между плитками побрызгал этим средством. И оно белеет практически на глазах. И очень долго остается эффект чистоты. Поэтому я могу сказать, что корейской косметикой я пользуюсь, ну так, бытовой химией и косметикой, скажем так, Пользуюсь основательно во всех областях моей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!